Доброе утро! В студии Радио Болтком программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева и из Москвы художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков. Доброе утро, Виктор! Привет всем! Все слышно, все замечательно. Спасибо тебе большое. Это в кабинете в рабочем такой вид или это у тебя в компьютере так заложено? Это в кабинете такой вид за моей спиной. И у тебя на плече видно слово «сзади тебя лежит футболка из Гоголь-центра», я вижу. Свобода. Ну да, это всегда символичный подарок, который сопровождает меня из центра Мерхольда много лет уже со мной. Хорошо. Ну что, скажи мне, пожалуйста, сейчас весна. Прошел год, как, в общем, во всем мире все закрылось, но вы в России работаете сейчас, да, с осени, с зимы? Театры работают. Потому что здесь, в Балтии, ни в одной стране театры не работают. Эстония открылась на один месяц и снова закрылась. И мы, конечно, все очень скучаем и очень завидуем тому, что вы принимаете зрителей. Так как мы общаемся бесконечно со своими коллегами в Европе, мы в курсе тяжелого положения и своего привилегированного относительно нашей профессиональной деятельности. И это действительно так. И, конечно же, даже представить себе невозможно, потому что все наши локдауны, которые были весной прошлого года, глубокие такие, когда мы действительно все не работали. И связь со зрителем реальная прервалась. Мы только были в онлайне бесконечно. Но уже это вот как будто было в каком-то сне. И представить, что сегодня большое количество людей находится в такой изоляции профессиональной, человеческой, когда человек не может сходить в музей, в театр, в концерт. И, конечно же, это звучит устрашающе. Ну, мне на мой анонс, который я написала о том, что сегодня у нас на программе будет такой гость, мне прислали очень много вопросов. Я задам первый главный вопрос, который людей интересует. Как прошел первый год в современнике? Что это за опыт? Я так понимаю, что это непросто. И то, что случилось практически сразу после назначения. Вот это закрытие весенний локдаун в Москве. И пришлось все планы переносить. Но с осени какие были премьеры? Кто сделал спектакль? С кем работаете? И что впереди ждет? Такое количество образов. Слушайте, мне кажется, что театр существовал до меня 64 года. Еще так бы существовал, если бы не всякие трагические обстоятельства. И, конечно же, мое участие здесь совершенно не то, что малозначимое, а незначительное. Потому что дом был построен, дом с великой историей, в котором происходили такие процессы, от которых закладывал дух. И весь год, чем мы занимались, мы погружались в историю, которая была для нас частью этого процесса. Театрального. Можно называть вопросы о будущем, как дальше жить. И, конечно же, первый год был посвящен истории театра. Потому что, можно сказать, конечно, мы все знаем. Но за этот год было открыто столько важных документов. Это такое произошло для меня обнуление полное. Как будто я как ученик опустился опять на первый уровень своего познания в театральном деле и в театральной профессии. Конечно же, если даже не идеализировать, то это, конечно, была великая история этого театра. И все последующие годы на этом фундаменте очень серьезно существовали. И, конечно же, последние 40, почти 8 лет руководство театром Галины Борисовны были подтверждением тому. Она выросла как режиссер, как руководитель в этом театре. И, я не знаю, кто может так сказать, и всю жизнь проработала в этом театре. И актрисой, и режиссером, и главным режиссером, и, в конце концов, художественным руководителем, которая полностью занималась всей организацией театра. Конечно же, самая большая трудность – это всегда ответственность. Мы понимаем, что когда ты приходишь в дело, которое было предшественниками организовано таким образом, что это стало уже легендой, то что-то противопоставить очень трудно. Или, например, продолжить так же трудно, потому что ты не знаешь этих лекал, ты не заточен так, у тебя другое представление о мире и о театральных процессах. И, конечно, единственное, что можно было сделать, это опалиться этим опытом, который прошли они, и что-то понять, попытаться в этом понять. Причем мы это делали вместе с артистами, с людьми молодого поколения, которые активно тоже участвуют во всех процессах сегодняшней жизни. В этом помогали старшие коллеги, и бесконечная череда наших встреч, лабораторий, которые прошли за этот год, помогли нам каким-то образом сложить представление о наших будущих шагах. Появляются работы, появляются люди, которые должны, наверное, были появиться именно в этот период в театре. Я сейчас говорю о людях, которые могут в ближайшее время начать репетиции своих спектаклей. Ну, а, например, Володя Банков уже репетирует спектакль «Театр» с Еленой Яковлевой в главной роли, где заняты 45 человек, труппы. И он как раз будет... Премьера его представлена 15 апреля, в день рождения театра, в 60-летие. Как раз у нас вообще год юбилейный, события традиционно юбилейные. Здесь проводятся в течение всего года. Или, так скажем, месяц точно празднуется праздник. С 15 апреля по 15 мая. Мы точно так же разделили свои события. 15 апреля будет премьера спектакля «Театр» по роману Моэма. И это не случайно выбранное название, и не случайно, мне кажется, продолжение этой истории. Театр работы над романом, над большим литературным произведением. Потому что это опыт Галины Борисовны и театра остался. И сегодня эти спектакли идут «Три товарища». Спектакль, который... Ну, значимый очень для театра. Он же был сделан... Поколение артистов сыграли в нем. И, конечно же, это такой знаковый для современников спектакль. Мы находим здесь какую-то для себя очень важную рифму. Мы откроем большую выставку музея современного искусства. Тоже в дни юбилея на Гоголевском бульваре. Туда переедет современник. Там будут воссозданы какие-то для нас важные пространства, которыми наполнена наша память и история театра «Современник». Там будут активно участвовать сегодняшняя молодежь театра. И не только молодежь, но все участники этих процессов. Потому что вокруг «Современника» большое количество удивительных людей. Мы говорим сейчас о междисциплинарном таком пространстве. Людей разных профессий, которые участвуют в жизни современника в том или ином роде. Потом мы говорим о фестивале «Черешний лес» и Михаила Кушнировича, который... Который всегда был в «Современнике» на чистых прудах. Сопровождаем театр. И я думаю, в рамках этого фестиваля будет ни одно еще событие юбилейного года проводиться. Потому что, как мы говорили, «Черешний лес» в этом году тоже свою программу посвящает 65-летию «Современника». Но у «Черешнего», Виктор, у «Черешнего же леса» давняя история взаимоотношений с «Современником». А, да-да-да. Мы говорим, и 60-летие, которое было произведено. И 60-летие. И там в этом смысле Михаил Орнешович такая выдающаяся фигура во всех этих проектах. Потому что, как показала практика, и мое уже знакомство такое близкое с Михаилом Орнешовичем, я имею в виду творческое, ну как бы деловое, оказалось, что это человек с большой творческой энергией, фантазией и невероятным темпераментом и любовью по отношению к «Современнику». И, конечно, мне все это, ну как бы дорого. Я вот сейчас говорю о людях, которыми так или иначе мог бы гордиться «Современника», которых привело в «Современник» дружба и любовь с Галиной Борисовной. Такие человеческие отношения. Виктор, я хочу... То есть мне этот ресурс, вот именно человеческий, настолько сегодня дорого, он мне настолько помогает, что я даже не могу это выразить. Потому что, конечно же, это большое... Вот я об этом и говорю, что за 65, за столько лет был собран этот дом, и здесь такая, ну как бы очень крепкий фундамент. И поэтому все, что остается мне, это... Ну соответствовать, это вот я говорю все об ответственности такой. Конечно, мы придумали, ну так, с моей точки зрения, замечательную программу на три ближайших года. Если говорить о режиссерах-постановщиках, помимо Панкова, которого я сегодня говорил, и молодежи, которая активно включилась в процесс, и вышло несколько спектаклей, Ивань Комарова, Георгия Суркова, и молодые ребята, которые сотрудничали с театром, и Айдар Забаров, Андрей Маник, они участвуют в процессе, который сегодня происходит. И мы думаем, что работы большого количества молодых режиссеров появятся в «Современнике». Мы будем соответствовать этому названию «Современнике», мы будем работать с теми людьми, кто завтра будет определять театральную жизнь России. И мне эти процессы знакомы, они мне интересны, и мне кажется, так должно быть. А то, что касается взрослых режиссеров или постановок, связанных с нашим трехлетним планом, но, конечно же, я не могу не сказать о людях, с которыми сегодня мы уже в процессе придумывания или подготовки спектакля. Это и Дмитрий Анатольевич Крымов, удивительный художник. Это Андрей Могучий, с которым мы ведем переговоры вообще в Большой драматический театр Петербурга и «Современник». За этот год мы договорились о нашем безоговорочном союзе и такое предложение, что ВДТ будет, приезжая в Москву, представлять свои театры на сцене «Современника», а «Современник» будет работать на сцене Большого драматического театра. Для нас большая честь, потому что, опять-таки, эта связь была заложена еще Галиной Борисовой и спектакли, в которых участвовала Алиса Брунна Фрэндли, которая для меня особенный человек во всех смыслах этого слова, не только в работе, а в человеческих отношениях и в нашей дружбе. Она участвовала в спектаклях Галины Борисовны, и такая уже преемственность была. И вот у нас идея эту историю продолжить, как бы вот опять, это не новость, это было нам как будто бы предписано такая, история, а мы используем наши многолетние творческие отношения с Большим драматическим театром и с Андреем Могучимым. Я думаю, что мы осуществим такой проект, тем более актриса Лея Хиджакова одна из главных актрис в Москве, если говорить, для Андрея Анатольевича, потому что во всех его спектаклях в том или ином качестве он сотрудничает с Леей Меджидной, который для нас, конечно же, невероятно серьезная творческая единица, боевая единица. Виктор, я хотела спросить вот что. Мы так много промахнули сейчас за этот первый вопрос, и я хочу сейчас немножко вернуться и уточнить. Во-первых, постановка Виктора Панкова, Володи Панкова, которая планируется у вас на 15 августа. Здесь в Риге его тоже знают, привозили его спектакли на гастроли, и в прошлом сезоне была премьера его работы здесь, в оперном театре балет они поставили. Поэтому его команда целая. И у вас он тоже работает, как я понимаю, командой, и ты сказал о том, что это будет сценическая редакция романа «Театр» с Сомерсетом Аэма, и тоже это с Ригой связано, потому что для всех, конечно, этот текст, он связан со старым телевизионным фильмом, где играла Вия Артман невеликолепная. И у вас это будет новая роль в театре. Актриса, жизнь которой очень много связана с «Современником», но последние годы она не работала здесь, это Елена Яковлева, да? Правильно я понимаю? Елена Яковлева работала все годы, просто разные формы сотрудничества с театром. Конечно же, это актриса театра, современник, и никак по-другому мы это воспринимать не можем. Сегодня это не просто какой-то приход актрисы в театр, это продолжение ее естественной жизни в этом театре. Она часть «Современника». Если бы вы видели, как ее обожают сотрудники в театре, там все, что касается нашей художественно-постановочной части, она просто лидер по любви. Просто у нас и такая художественно-постановочная часть, действительно, которая... И дорожат каждым человеком в театре. Поэтому эта рифма очень хорошая по поводу Виартмана, но в нашей сценической редакции работает замечательная... Ну, в театр пришла группа драматургов, такая лаборатория «Семь», мы ее назвали, да, вот по изучению истории театра «Семь», это такое условное название, потому что кем-то когда-то было определено, что есть «Семь» создателей этого театра. Да, это такие... Мы говорим, конечно, о Галине Борисовне, о Евстигнееве, о Лиле Толмачевой, господи... Виктор Сергачев. О Сергачеве, о Игоре Клаше. Вот «Семь» человек, как бы считают, и Олеги Табакове, конечно же, да, и это вот «Семь» создателей, одно «Семь» первых имен, которые начали это большое дело. Хотя, конечно же, история будет рассказывать и о участии в этом, подготовке этого проекта, участии Анатолия Васильевича и Фроси, и в большом количестве людей, которые о Веленкине, ну, в большом-большом количестве. Это вообще такая ветка московского художественного театра, которая родилась не случайно. Это тоже было связано со временем, не случайно появляется спектакль «Оттепель», который исполняют 20-летние нынешние стажёры. У вас будет новый спектакль, у вас будет в театре сейчас спектакль «Оттепель», да? Правильно я понимаю? Он уже вышел осенью, и это 20-летние молодые люди, это как раз те выпускники школы-студии «МХАТ», молодые, которые вот как бы в рифме той 20-летней команде выпускников школы художественного театра, пришедших в 1956 году. То есть вы такое зеркало сделали в новом времени, да, немножко? Да, да. Вот, и большая армия драматургов вместе с названной нами лабораторией, у неё название «Лаборатория семь», это вот семь основателей, от них мы отталкиваемся, и в театр пришли 10 драматургов и 10 молодых режиссёров, которые на протяжении года в лабораторном режиме общаются с труппой театра, взаимодействуют, к этому присоединяются молодые композиторы, сценографы, большое количество людей. Я думаю, что к началу следующего сезона у нас появится несколько эскизов будущих спектаклей, которые родились уже из наследия театрального, которое нам удалось за этот год собрать и сделать каким-то образом. Так вот, в спектакле с Володей Панковым работает замечательная драматург Светлана Петричук, которая работает на сценической редакции вместе с Владимиром Панковым. И это опять тоже не случайные люди, которые пришли, а те, которые уже с театром сотрудничали, когда Володя начал репетиции, Светлана естественным образом влилась в процесс этой работы. И я счастлив, что Володя очень доволен их сотрудничеством. Я просто не сомневаюсь, это бесконечно талантливые люди. И, не знаю, начиная от Михаила Дурненкова, который возглавляет всю эту компанию драматургов, пришедших в театры, и там невероятные имена, и я думаю, в какой-то момент мы отдельно посвятим этому целую серьезную программу нашу. Мы представим всех этих драматургов и молодых режиссеров, сотрудничающих сегодня с театром именно в рамках этой лаборатории. И надеюсь, то, что появится несколько спектаклей. Хорошо. Но я еще вот хочу спросить. Театр – это все-таки не только лаборатория, это спектакли, это большая сцена, это зрители, которые скучают по артистам, тем более после перерыва весной. С чего начал вот сейчас этот новый сезон театра? С какого спектакля? Премьера? Этот сезон мы открыли премьерой, премьера… Погрешковцу, да? Пьеса современного драматурга. И так тоже опять мы в этом находим рифму. И 1 октября, в день рождения Николаевича Ефремова, была представлена зрителям премьера спектакля по пьесе Евгения Гришковца «Собрание сочинений». Понятно, что по всем законам присутствия в этом пространстве так называемого нового руководителя, я сейчас о себе так говорю, мне неловко даже это говорить, в роли режиссера этого спектакля выступил я. Вот твоя дственность опять-таки. Пока же время, но в главных ролях представлены Марина Ёлова, Алена Бабенко, Никита Ефремов, Светлана Иванова, Максим Разуваев, прекрасный артист театра, Георгий Такаев, молодое поколение, Сергей Новосад, молодые артисты театра. Вот такая премьера состоялась 1 октября. Спектакль идет. Вот я счастлив, что публике он интересен. Ну вот, дальше все покажет время, как и что. Хорошо. Художником этого спектакля выступил Николай Симонов, который тоже большое количество спектаклей в этом театре уже реализовал, вместе с Кириллом Серебряниковым. Да-да-да. И после него, и поэтому тоже это такая... Был период его работы плотный. Но его и здесь знают, извини, я скажу, Николая Симонова знают и в Риге, потому что он много спектаклей сделал здесь, в Русском театре. И с Сергеем Голомазовым работал, и с Мариной Брусникиной. Поэтому он здесь не чужой художник. Да, так случилось, что мы за многое количество лет тоже начали свою историю с Николаем Симоновым, творческую историю, и как-то все это переплелось. Вообще, очень много таких вещей, которые для меня были вдруг естественными. Я думал, как будто это было много лет. Я натыкаюсь, господи, да это уже было, этих людей я знаю, с этими людьми связано. Эта история каким-то образом нас соединила еще до моего прихода в театр «Современник». Для меня это настолько естественно, что казалось бы, как будто ничего не изменилось. Как будто вернулся туда, где ждали, и где тебе знакомо, и где ты встречаешь то, что тебе близко и дорого, да? Да, безусловно. Есть единственное, сложно, мы же сами себе всегда все усложняем, и есть, конечно, психологическая сложность у меня, единственная, как этой ответственности, которую я понимаю, что этот театр требует такого внимания и такого количества сил, ну, опять говорю, потому что это такое большое, уже, как говорят, не вырубишь топором, дело, сделанное предшественниками, людьми, которые все это придумали, поэтому думаешь, господи, как же это, ну, это, ты не придумываешь историю отдельную какую-то, да, нельзя ее, ну, как, ну, нельзя подвести, я не знаю, как это назвать. Галина Борисовна, для которой был театр всей ее жизнью, и у нее не было других никаких отвлечений, да, в жизни, она всю себя посвящала этому детищу своему ежедневному, ты вот, как этому соответствовать, я понимаю, о чем ты говоришь, что вот этому объему, который она вкладывала в театр долгие годы, мы же все равно другие люди, да, и ты другой человек, и как это и сохранить, и в то же время это же невозможно скопировать, это все равно только ей принадлежало такое качество. Мне казалось, что рано или поздно это должно было вот такое вот случиться со мной, ну, такое происшествие, потому что я не стал продолжать дело своего отца, и наш дом, который, знаете, как вот, ну, дом, в котором проживали родители, который нужно каким-то образом наследовать или еще что-то, и, к сожалению, так получилось, что никто из детей нашей семьи не продолжил делать родители, и оно как бы вот все годами создано, папа занимался наукой, был серьезным таким человеком и прочее, никто это не продолжил, и я тоже сбежал от родительской опеки моментально, как только исполнилось 17 лет, я больше как бы этим не занимался, так безответственно совершенно. Потом то же самое произошло с моими учителями, людей, которых я считаю действительно учителями, и в театре которых я начал свою какую-то профессиональную серьезную жизнь, это Театр Юного Зрителя Московский и Генрит Наумна-Эновская и Каммерон Шкингс, ну, это для меня не просто имена звучащие, это для меня очень близкие люди, духовно, профессионально, творчески, как угодно, и, конечно же, я тоже, ну вот, начиная свою профессиональную режиссерскую деятельность, не остался в театре, я ушел, как знаете, вот, и я понимаю, что можно было преданно и долго служить, но мне хотелось самому самостоятельно двигаться, что-то понять, потому что и они были такие, которые понимали, уехав от Георгия Александровича Товстоногова из его школы, из-под его крыла в самостоятельную жизнь и сами искали свой путь. Мне казалось, ну, как бы, слушая их воспоминания и уроки, мне как всегда казалось, ну, как будто бы они мне говорят, уезжай, уезжай, но на словах было совершенно по-другому, оставайся, что тебе мешает, делай спектакли в театре, будь здесь, с нами, а я помчался, и мне кажется, вот меня догнала эта история, когда нужно отдавать какие-то долги. Ну, это прекрасно же, Виктор, это отличная история, так как главное, что она приходит, и ты ее понимаешь, но я хочу опять вернуться к тому, что мы проскочили и сказать, немножко расшифровать твой рассказ о том, что БДТ и современника Алиса Брунна Френдлих или Меджидна Ахиджакова и все это взаимосвязано и дальше будет развиваться вместе с вашим сотрудничеством с Андреем Могучим, потому что я сама видела в БДТ спектакль «Война и мир», который вы придумали, ты придумал для Алисы Брунны с подачи Андрея Могучева, и… Так скажем, да, это вот Андрей, когда пришел в БДТ, у нас была такая общая, ну как бы многолетняя уже дружба и знакомство, и когда нужно было подставить плечо, но сейчас я не требую от Андрея возвращения долгов, а просто мне так интересно, как он работает, и так интересно, как он работает с артистами современников, в данном случае, я имею в виду Леву Меджидну, конечно же, мне хочется, вот все, есть все возможности, а так как наш проект, придуманный в БДТ, вы правильно совершенно сказали, что нам и придуманы вместе эта история, не только мной, но она была предложена как идея, а придуманная в дальнейшем всеми вместе, в том числе Алисы Брунны, конечно же, она перекликается, а еще скажу, Алиса Брунна очень близко дружила с Галиной Борисовым, у них были очень такие связи, я на протяжении всего нашего общения бесконечно я хочу, извини, пожалуйста, я просто хочу сказать для слушателей, чтобы люди знали, не очень понятно, откуда связь, ведь Алиса Брунна долгие годы играла в спектакле «Вишневый сад», она приезжала из Санкт-Петербурга поездом, играла в спектакле «Вишневый сад» и уезжала, и я помню даже, как она в какой-то из дней, я тогда работала в театре Табакова, это рядом, соседняя улица с современником, она пришла на какой-то из спектаклей и сидела очень царственно курила в репертуарной конторе, я забежала перед спектаклем, а она там сидела, это, конечно, весь театр прибегал смотреть в дверь, мимо бегали туда-обратно, туда-обратно, чтобы посмотреть на неё, она, конечно, очень притягательный, удивительный человек. Ну, и потом ты сейчас упомянула имя ещё одного из моих учителей, человека действительно у которого на протяжении 20 лет последних своей жизни я учился, будучи преподавателем школы-студии МХАТ и сотрудником московского художественного, режиссёром московского художественного театра, это Олег Павлович Табаков. И, конечно же, это не могло быть, ну, вдруг для меня всё, какие-то рифмы и Табаков на протяжении многих лет, за которыми я наблюдал как за руководителем, и который всегда мне говорил, когда я рвался из театра на какие-то постановки, он меня всё как бы притягивал и говорил, что... Домой-домой! Надо выпускать спектакли здесь, по спектаклю в год, а мне казалось, что мне нужна свобода, и мне этого хотелось, но я всегда наблюдал, как он строил театр, как он этим занимался, и, конечно же, вот этот его корни современниковские, вот это строительство и его директорство в современнике, когда он, пожертвовав какими-то вещами, взял на себя такую ответственность, и, конечно же, он мощнейший менеджер театра был, это человек, который совершенно по-другому мыслил, вот другие совершенно категории, и, ну, вот мне этого запаса, во всяком случае, наблюдений за Олегом Павловичем хватает сегодня для моей... ну, это мне даёт силы, это даёт мне какую-то уверенность в принятии каких-то решений, я ничего не боюсь, за мной очень серьёзные учителя, люди, у которых... Да, да, которые помогают, да. Я хочу вот ещё спросить, значит, ты назвал Владимир Панков, ты назвал Андрей Могучий, твои работы... Вот тут я хочу вернуться, хочу вернуться к одному вопросу, который меня интересует, это то, что ты долгие годы, уже долгие, можно сказать, годы, всё-таки прошло много лет, в Центре Мирхольда ввёл магистратуру для молодых режиссёров. Сейчас я скажу, что я хочу от тебя услышать, потому что времени у нас осталось совсем мало. Я так понимаю, что все эти ребята так или иначе, они сопровождают тебя и будут работать рядом с тобой и здесь тоже. И я хотела спросить, оставишь ли ты это... Во-первых, оставишь ли ты этот принцип работы с молодыми режиссёрами, придя в современник, не оставишь ли ты эту магистратуру, или она просто изменится каким-то образом. Второй вопрос, который у меня есть к тебе, будешь ли ты передавать приветы тем, кто у тебя учился из Балтии, которые тебя наверняка сейчас слушают здесь. И что важно и очень многих людей интересует, как ты делишь сейчас свою жизнь между тем современником, в котором, я понимаю, тебя очень захватывает, и очень ты чувствуешь что-то ответственность и обязанности, и действительно надо посвящать всю жизнь, и тем театрам, которые ты, собственно, создал, театральным коллективом и Юлий Ансамбль. Вот как это сейчас всё объединять? Много вопросов. Давай попробуем быстро ответить. Магистратура. Олег Павлович Табаков мне и здесь помогает. Его опыт с табакеркой, которая существовала параллельно, и которую он никогда не объединял, не сливал, но при этом это театр, который был резидентом Московского художественного театра столько лет, сколько Олег Павлович руководил театром, но никогда не терял своей самостоятельности, и тем более это совершенно другая форма организационная, это независимая театральная группа, это действительно... Юлий Ансамбль, да? Юлий Ансамбль, да. И мне ценна сама возможность существовать по другой театральной модели. Как эта история сложится дальше, никому неизвестно, но это безумно интересно. Там талантливые, серьёзные люди, которых я не просто ценю, которые для меня являются моими близкими людьми, для меня очень важными. Но, конечно же, вся эта магистратура, которая была в школе-студии МХАТ, совместно с Центром Мерхольда, теперь стала частью театра современника. Ну, то есть, условно говоря, понятно, что эта магистратура существует как учебное заведение, да, эти высшие режиссёрские курсы, просто сегодня мы базой нашего общения является современник, потому что, ну, нет возможности, хотя мы не теряем никаких взаимоотношений с Центром Мерхольда, с Леной Ковальской, потому что это тоже часть жизни, о которой можно бесконечно говорить, и это те процессы, которые мне помогают. Это ещё одна из моих школ. И когда мы говорим о школе театрального лидера, это моя школа, созданная для меня, ну, вот нами с Леной Ковальской, для себя. Мы хотели что-то понимать. Нам нужно было продолжать это образование, в которое мы втянули часть молодых коллег и друзей. То, что касается приветов, я бесконечно благодарен тем людям. И, конечно, это тоже корни. Там Илзе Рудзетте, которая была частью мастерской Каммероныча Гинкаса, которая в школе-студии режиссёрская мастерская и мои собственные уроки первые были в этой мастерской. И моя педагогическая работа, так называемая, никогда не являлась на самом деле педагогической, а был очередным учеником в этой мастерской. Так вот этот процесс продолжается. Я могу, чтобы он, как старший товарищ, был проводником для этих людей. Поэтому, если говорить о планах постановки, конечно же, у нас есть общие многолетнее творческое притяжение с Алисом Херменесом. И в 23-24 году мы так договорились о его постановке в «Современнике». Для меня это тоже очень важно. Это тоже связь и с Театром нации, с Евгением Мироновым, и с Чулпан Хаматовой. Потому что Чулпан Хаматова актриса Московского театра «Современник». И у нас очень большие планы. Ну, то есть я вот надеюсь, что мы сможем в таком новом режиме работать, когда актриса работает и в кино, и невероятное дело делается со своим фондом. И мне кажется, что самое большое количество времени она посвящает именно фонду. И когда она успевает еще быть актрисой, это вопрос. Но в Театре нации она играет, и мне хочется, чтобы продолжалась эта история, начатая Галина Борисовна и Чулпан Хаматовой в «Современнике». Она просто должна продолжаться, потому что это и... История поддержки благотворительности театрам, да? Вот это вот. Виктор, я должна заканчивать. Мы не успели поговорить о нашем любимом драматурге Иване Варпаеве. Мы посвятили всю нашу с тобой встречу сегодня, главному делу сейчас в твоей жизни театру «Современник». И я очень тебе благодарна за то, что ты в самое горячее утреннее время нашел возможность к нам присоединиться и что-то рассказать. Потому что, конечно, «Современник», который очень часто гастролил в Риге, я думаю, что здесь очень много поклонников живет, зрители театра, тех, кто любит и актеров, и те работы, которые сюда привозили. И все у нас впереди, и ты приедешь вместе с театром и покажешь то, что сделано в последние годы. Да, у нас запланировано, если я правильно понимаю, что и гастроли со спектаклем, по-моему, это «Золотая маска» организуем. Мы должны приехать и с Иранской конференцией, в котором заняты в том числе и артисты театра «Современник». Я сейчас говорю про Чул Панкарматова и… Авангард Леонтьев. Хорошо, спасибо тебе большое. Удачной работы. Большой привет Владимиру Панкову. И через месяц премьеры. Спасибо всем. Привет замечательной Латвии и Латвийскому театру, потому что, конечно, это один из уникальных сегодня театров, на котором мы наблюдаем и учимся. Спасибо вам всем большое. Спасибо тебе. Удачи и привет театру. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. На одной волне сгор.